Привет, друзья, это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. 6 сентября на дворе и у нас за сутки немало новых видео эффективного применения украинскими военными кассетных боеприпасов. Давайте посмотрим четыре видео, которые показывают, как меняется характер этой войны после того, как вот эти вот кассетные кластерные боеприпасы зашли в украинскую армию от Пентагона. Итак, перед вами видео нейтрализации трех российских самоходных артиллерийских установок, а также уничтожение склада с боеприпасами, который, очевидно, как раз-таки предназначался для вот этих вот трех САУ. Итак, идет огневая атака на позицию трех российских САУ. Очевидно, что они получают повреждения, несовместимые с дальнейшей работой. Хотя, да, не видно, чтобы хотя бы одна из них загорелась, но это и не нужно, потому что кассетные боеприпасы не обязательно должны поразить орудие так, чтобы оно взорвалось. Достаточно того, что множество вот этих вот суд боеприпасов прошивают или просто даже повреждают соответствующие конструкции, после чего они просто оказываются непригодны для работы, потому что для такого вот орудия, как та же САУ, достаточно даже небольших повреждений, скажем, несколько дырок в определенных нужных местах, ну вот, например, в тех же стволах, чтобы они, собственно говоря, не могли использоваться. Потому что, если вы пытаетесь использовать орудие вот такого рода, которое получило где-то какие-то повреждения именно вот такими вот осколками, то есть вот этими суд боеприпасами, то вы рискуете просто-напросто погибнуть, потому что в определенный момент это орудие может просто-напросто выстрелить таким образом, что оно разорвется прям вот рядом с вами, погибнет экипаж. Поэтому, конечно, никто не будет рисковать использовать вот эти вот орудия после того, как рядом с ними, даже просто рядом с ними разорвался вот такой вот кассетный боеприпас, потому что вы не можете заранее знать, где именно были получены этим орудием соответствующие повреждения. Вам придется все это орудие внимательно пересматривать, может быть, даже разбирать, чтобы посмотреть, что там внутри, чтобы, так сказать, какую-то гарантию дать того, чтобы вот это орудие будет работать, что оно не самоуничтожится в критический час или, ну, или просто, допустим, что оно не подведет, да, потому что даже если оно не взорвется и просто заклинет, то от него, собственно, тот же самый ток, что и вот не просто куска железа. Так что, еще раз, то, что рядом с этими орудиями разорвались украинские кассетки, означает, что эти три орудия больше не будут применяться. Но, что немаловажно, вот как вы видите на этом видео, был взорван также и, собственно, склад с теми самыми артиллерийскими снарядами, которые должны были бы использоваться в ходе стрельбы вот этими вот САУ. Так что, совершенно очевидно, что кассетки, которые Пентагон поставил Украине, в очередной раз продемонстрировали свою эффективность. Несколько выстрелов и, собственно, эффект такой, как если бы украинцы отправили туда сто или двести обычных артиллерийских снарядов. То есть, целая группа САУ, целых три штуки, вместе с складом боеприпасов, который гарантированно был поражен, выведены с поля боя. И кассетки выполняют свою роль, ради которой они и передавались украинской армии. А таких кассетных боеприпасов у украинцев теперь множество. Это первое видео. Другое видео – это уничтожение этими самыми кассетными боеприпасами личного состава противника. Таких видео уже немало. И, собственно, кассетные боеприпасы, на самом деле, изначально создавались именно для того, чтобы бороться с большими скоплениями, в первую очередь, живой силы противника, и вот на ваших экранах еще одно видео применение по российским оккупантам, которые двигаются группой. Вчера я показывал, кстати, одно из таких видео, сегодня другое видео. Вот эта группа, примерно из пяти человек, отделение идет, ничего не подозревает, не подозревает о том, что за ними следит дрон, потом по ним начинают прилетать кассетки. На этом только видео, полную версию которого вы можете посмотреть, если придете по ссылку в моем телеграм-канале, который я даю в описании к этому видео, прилетает, как минимум, три таких вот кассетных боеприпаса, они накрывают целые площади. Сначала прилетает первый. Вроде как все вот эти вот пять-шесть человек умудряются выжить, они бегут и прячутся в лесопосадке, потом вот туда, где они спрятались, прилетают еще два таких вот кассетных боеприпаса, и после этого там уже ничего не шевелится. Уж не знаю, выжил кто-то или не выжил. И в любом случае солдаты, конечно, небоеспособны после вот такого обстрела, даже если они там остались живы, и даже если они не получили ранения, хотя я сомневаюсь, скорее всего, там есть раненые, погибшие. Почему? Да потому что это очень серьезный стресс. То есть это понимание того, что по тебе в любой момент может прилететь, и гарантированно тебя уничтожит. То есть солдат после этого просто психологически сломлен, оказывается. Конкретно вот эта группа солдат тоже выведена с поля боя. И вот сейчас, кстати говоря, на ваших экранах еще одно видео, только уже в таком вот черно-белом формате. Оно, вот это вот видео в таком именно черно-белом формате, как сказать, более четко показывает, как именно работают кассетные боеприпасы. Вот сейчас на ваших экранах четкое изображение того, как разрываются вот эти вот кассетки на суббоеприпасах. Ну и еще одно интересное видео. Это видео поражение. Я с помощью Хаймерсов где-то на востоке страны, логистического звена врага, который состоит там из нескольких военных грузовиков, они все уничтожены точным попаданием ракеты Хаймерса. Здесь уже именно вот акцент идет на Хаймерсе, потому что это важно показывать, важно показывать врагу, что не только кассетные боеприпасы теперь решают его судьбу, но и Хаймерсы продолжают эффективно работать теперь уже не по крупным складам с боеприпасами, а по достаточно важным, но более тонким, так сказать, моментам. Вот в данном случае попали в ВАЗы, до этого постоянно попадают под раздачу различные артиллерийские установки. Сейчас враг недаром жалуется на нехватку артиллерии и снарядов на южном направлении, вот как раз на этой южной оси, где украинцы идут в контрнаступление. И сейчас именно украинцы, собственно, делают артиллерийскую погоду. Другое дело, что у врага, к большому сожалению, гигантское количество живой сил, причем безропотной, подчиняющейся рабской живой силе, которая готова буквально до последнего стоять, даже когда совершенно очевидно, что они проигрывают бой, они все равно стоят там. Это огромная проблема для украинцев. Вот сейчас, в частности, как раз под тем же Вербовым. Почему очень важно взять Вербовое? Сейчас мы как раз переходим к вопросу о том, о каких успехах ВСУ вообще добились за последние сутки. Здесь, во-первых, нужно сказать о данных Института изучения войны, который базируется в Вашингтоне. Институт подтвердил освобождение, ну или, по крайней мере, продвижение украинцев к, получается, юго-востоку от Работина, то есть в сторону Вербового. То есть сейчас бои идут на западных окраинах Вербового. Также Институт изучения войны подтверждает успехи ВСУ, их продвижение к северо-западу и западу, а также к югу от Работина, то есть в сторону Новопрокопьевки. И очень важно насчет Вербового. Дело в том, что на глазах у нас расширяется вот этот коридор контрнаступления. Это очень важно. Почему очень важно? Ну вот, в частности, об этом пишут аналитики Роб Ли и Майкл Коффман. В своей статье, которую они выпустили в понедельник, они пишут, что вот этого расширения, вот этого коридора контрнаступления имеет решающее значение, потому что, если бы он был узким, то просто-напросто враг, то есть Россия с флангов бы легко перерезала этот самый коридор. Ну и, соответственно, расширяя этот коридор, украинцы обезопасивают себя со флангов, но помимо этого они ведь вот в этот более широкий разрыв могут еще и больше техники личного состава перебросить для поддержки их продвижения. Ну и, конечно, они признают, что это будет медленно-изнурительная борьба, она продлится еще как минимум несколько месяцев с тяжелыми потерями для обеих сторон. И это самая главная проблема, потому что, конечно, Путин надеется на то, что украинцы истощатся именно в живой силе. Да и военной техники, потому что, надо сказать, что Запад не очень много поставил, мягко говоря, для выполнения таких задач. Украинцам техники, Запад технику военную, которая именно нужна украинцам, которую он готов поставлять им, либо не производит, либо производит в очень малых количествах. Россия, наоборот, постоянно производит огромное количество всего. То есть Россия переведена на военные рельсы. Это, конечно, просто несопоставимые расходы на войну. К большому сожалению, Запад до сих пор пребывает в мирной иллюзии, в иллюзии того, что, собственно, он не воюет ни с кем. И это очень хорошо проиллюстрировано вот этой вот историей, когда шахет упал таки на территории Румынии. Этого стоило рано или поздно ожидать. Румынские власти настаивают, что нет, не упали. На самом деле уже, конечно, объективные специалисты говорят, что да, геоцированное место падения шахета на румынской территории, недалеко от румынско-украинской границы. И уже все совершенно верно заметили, что вот эти вот заявления румынских властей, это ведь на самом деле демонстрация в очередной раз слабости НАТО. Это трусость, которая может обойтись на самом деле очень дорого североатлантическому альянсу, который в очередной раз уже после того, как на территории Польши падали ракеты или летали на территорию Польши, показывает, что в принципе у них нету, мне сказать, вот какой-то такой красной линии. То есть эта линия подвижна. То есть Путин может запустить, может ошибиться, может ударить по стороне НАТО. Страна НАТО будет до последнего отнекиваться. Ну и, конечно, само по себе вообще вот такая позиция, что, мол, ну ведь не летят же по нашей территории, а то, что в трехстах метрах от нашей границы там что-то разрывается, гибнут люди, взрываются порты, зернохранилища. Ну так извините, это же не наша территория. Вот та вот, которая в ста метрах от нашей. Вот это наша, и мы в порядке. А вот это вот не наша, и мы помогать не будем. На самом деле позиция румынских властей понятна, потому что если бы они сказали, что, вы знаете, да, это нарушение нашего суверенитета, это агрессия, то и бы пришлось предпринять мне меры. Какие меры? Я не говорю даже про какие-то там политико-дипломатические, я говорю конкретно про военно-технические. Это значит, нужно было бы организовать оборону ПВО, причем серьезную оборону ПВО в этом районе. А делать этого не хочется. Хочется, конечно, да, сэкономить свои ресурсы. Вот это и есть постепенное сползание вот этой вот локальной, как бы, войны, да, войны, замкнутой в национальных границах, на глобальный уровень. Это то, о чем сказал как раз-таки Алексей Данилов, глава СНБУ Украины, когда заявил сейчас, что, вообще-то говоря, уже третья мировая идет. Ну что ж, Запад хочет продолжать спать, хочет сидеть с закрытыми глазами, хочет, чтобы Украина проливала кровь за него, за Запад, за западные ценности. Хорошо. Но только все равно, рано или поздно, Запад свою цену, и цену именно крови, вынужден будет заплатить. Только эта цена будет больше, чем если бы Запад, наконец-то, по-настоящему проснулся и начал помогать Украине не в день по чайной ложке, ну хорошо, по столовой ложке, а так, как нужно. Тогда и украинцы бы сейчас не под Вербом были, а уже под Мелитополем. Но и этот прогресс, прогресс, который вы видели сегодня на этих картах, конечно, он заслуживает, конечно, скажем так, вот, заявлений оптимистичного характера. Понятно, что это осторожный оптимизм, понятно, что не будет стремительного прорыва, потому что Россия долго готовилась. Будет медленное, но верное продвижение. Это то, что мы видели, это то, что мы видим сейчас, и то, что мы будем видеть. Вопрос в том, еще раз, сколько живой силы у Украины. А у Украины уже, конечно, возникают очевидные проблемы с человеческим потенциалом, потому что, ну, неспроста же вот сейчас вот уже на законодательном уровне украинские власти расширяют мобилизационную базу в Украине, принимая законы о том, что вот те категории населения, которые ранее мне подпадали под мобилизацию, будут сейчас подпадать. Вполне возможно, что это задело на будущее, но, тем не менее, сам по себе, это, конечно, очень важный сигнал. И это сигнал Путину, который смотрит на это и думает, хорошо, значит, я могу еще терпеть, значит, надо еще подождать, надо подождать, когда у Украины начнут заканчиваться люди. Это то, на что рассчитывает Путин, на то, что у него в три раза больше мобилизационный потенциал, чем у Украины. А учитывая разницу в режимах, демократический формат и авторитарный, то, конечно, у авторитарного в 6-7-8 раз больше мобилизационный потенциал, чем у демократического. Это бы в демократии, вот как в Украине, вы можете, условно говоря, нагрубить военкому, спросить, а что вы робите в моем доме, вот как это вот в известной видеозаписи, которая на днях была распространена, сказать военком, что вы робите в моем доме. И военком будет смотреть на вас и как бы даже немножечко в чем-то даже где-то робеть. Я вот просто не представляю, что в России такое было, чтобы где-нибудь в квартиру к какому-нибудь призывному возрасту человеку зашел военком и что-то снимал бы это видео и спрашивал, что вы делаете в моем доме. Таких вопросов в россияне вообще не задают. Вот это разница. И вот на это разница хочет сыграть Путин. Нельзя ему позволить это сделать. Нельзя позволить украинцам пролить крови столько, сколько, по всей видимости, заложены в западные планы, к огромному сожалению. Нужно помогать Украине так, как будто это часть Североатлантического альянса. Потому что если Украина проиграет, русские выйдут к границам ряда стран Восточной Европы и тогда уже именно им будет непосредственно угрожать Россия. Польша готовится в том числе и на этот случай. Берите пример с Польши, которая закупает на миллиарды, десятки миллиардов долларов оружия. К 30-му году страна станет самой мощной армией в Европе. Одной из самых мощных в НАТО. Потому что в Польше поняли, посмотрев на то, как вообще НАТО реагирует на реальные кризисы, что, к сожалению, придется в значительной степени полагаться на себя. Что в значительной степени НАТО это бумажка. В значительной степени НАТО это бюрократия. Бюрократия, у которой планы, например, было до недавнего времени заложено, что в случае оккупации стран Балтии, НАТО будет подходить там чуть ли не полгода к решению этого вопроса. Ну, то есть, что сделает Россия за три дня в тех странах, в тех городах, которые она оккупирует, можно посмотреть вот на примере Украины. Где за три, за четыре, за семь, может быть, за 14 дней пребывания в Буче, в Ирпене, в других украинских городах, россияне сотворили чудовищные военные преступления, совершили чудовищного размаха насилия, грабежи и так далее. Не то, что полгода, нету и недели. То есть, реагировать надо сразу. НАТО, к сожалению, демонстрирует, что сразу не хочет реагировать, не может реагировать. И это видно по тому, как НАТО помогает Украине, и это видно по тому, как НАТО, собственно говоря, готовится к отражению агрессии России, к тому, как НАТО, на самом деле, очень лояльно, мягко говоря, относится к падению российских снарядов, пусть даже случайно упавших там, а может не случайно, может Путин проверяет, на НАТОвской территории. Так что, конечно, еще раз говорю, вот каждый сам за себя. Вот такой вывод делают умные люди. Ну, а некоторые продолжают надеяться на доброго дядю Джо. Можно надеяться, и надо надеяться, конечно, но просто нужно понимать, что Соединенные Штаты, вот как союзник, они в любом случае стремятся всячески сбежать эскалации с Россией. То есть, а это означает, что такой президент, по крайней мере, как Джо Байден, будет всячески отклоняться от, скажем так, возможности отдать приказ на прямое уничтожение российских войск. То есть, вся надежда чисто на уже протоколы самих генералов, которые будут на месте принимать решение, решение, как отреагировать, допустим, на непосредственную угрозу безопасности. Вот только на это получаются надежды. В общем, ситуация серьезная, ситуация сложная, ситуация тяжелая. Украина несет большие потери, большие потери, это нужно всем понимать, очень большие потери человеческие, военные техники. Нет у нее нужной военной техники в достаточном количестве, нету разминирующего оборудования в нужном количестве, нету сейчас пока что авиации, ракеты не дают, АТКМС американцы не дают Украине. Вот сейчас 64 АТКМСа собираются дать Тайваню в следующем году. Украина не получает ни одного. Тайвань не ведет такой войны, как Украина. Украина утопает в крови. АТКМС не получает, Тайвань получает. Где логика? Логики абсолютно я здесь не вижу. Ситуация, в общем, очень серьезная, ситуация критическая. И главное, что даже нет попытки объяснить, а почему Тайвань получает, а Украина не это. Если дело только в техническом состоянии, то есть, если речь идет о том, что американцы боятся, что им не хватит ракет именно АТКМС самим, то тогда в этом случае почему же они дают Тайваню, а не Украине, которая в них остро нуждается. Значит, это получается политическая причина. То есть, если мы на 18-19 месяце войны до сих пор еще находимся в плену вот таких вот политических соображений, о том, чтобы не передать то или иное важное оружие, то это говорит о реальном политическом кризисе, ментальном кризисе в странах Запада, в ментальном кризисе тех лидеров, которые возглавляют страны Запада. Это показывает, что они абсолютно не понимают, что происходит, абсолютно не понимают, что поставлено на карту. На карту поставлена честь Запада, ценности Запада, выживание Запада на самом деле. Вот что поставлено на карту. И эту честь, эти ценности и в конечном итоге безопасность Запада обеспечивают украинские воины. Воины, которые заслуживают большего почтения и большей, соответственно, военной помощи, чем они получают от стран Запада. Друзья, мы продолжим следить за этой историей. Мы сейчас завершаем седьмой по счету сбор на медицинский эвакуатор для украинского подразделения Гром, эвакуатор, который будет спасать жизни раненых украинских бойцов, работающих на передовой. Если вы хотите помочь бойцам Грома, чье знамя у меня за спиной, вы можете сделать это через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Через эти же ресурсы можно поддержать и наш проект, если вам нравится то, что мы делаем. Также можно поддержать нас и через Patreon. Ссылка на него там же в описании. Спасибо всем, кто помогает украинским бойцам. Ваша помощь спасает жизни. И до скорых встреч.